В этом топе я собрал для вас 10 лучших смарт-ТВ приставок на 2021 год. Эти приборы способны превратить в умный даже самый старенький телевизор, либо усовершенствовать смарт-возможности современных моделей. Ссылки с максимально актуальными ценами на эти приставки я закреплю для вас в описании под этим видео, а вы в свою очередь можете поставить лайк и подписаться на канал. Но если вы уже подписаны, тогда усаживайтесь поудобнее, а мы начинаем! И наш топ открывает Wontor X96 Mini. Устройство имеет весьма компактные габариты, а именно 82 на 82 на 17 мм. Корпус выполнен из качественного черного пластика. На задней крышке выполнена перфорация для вентиляции, что обеспечивает качественное охлаждение. А также здесь находятся четыре прорезиненные ножки для лучшего сцепления с поверхностью. Там же посередине находится наклейка с названием модели, величинами установленных ОЗУ, ПЗУ и МАК-адресом. А между наклейкой по бокам размещены два отверстия для крепления. Левая боковая грань включает в себя два разъема USB 2.0 и слот для microSD-карты. Без каких-либо проблем к USB-портам вы можете подключить такие устройства, как USB-мышки, USB-накопители или же внешние жесткие диски. На задней грани разместились разъемы питания, HDMI, AV-выход и вход для дополнительного инфракрасного приемника. X96 Mini включается автоматически при подаче питания. Приблизительное время загрузки системы составляет 20-25 секунд. В качестве операционной системы используется Android 7.1. При запуске устройства пользователя встречает штатный лаунчер, выполненный в стиле плиток Windows 10. Интерфейс работает шустро, отсутствуют лаги и зависания. Есть кнопка для быстрой очистки УЗУ, а также виджет погоды. Хочется отметить регулярную поддержку ПО со стороны производителя. При подключении к интернету пользователь сразу сможет увидеть уведомления о возможности обновления. В последней версии прошивки появилась возможность просмотра роликов на YouTube в разрешении 1080p. Устройство спокойно может воспроизводить 4К Ultra HD ролики с кодеком H.264 и H.265 как с внешних накопителей, так и по сети. Далее идет TX-9S. Само устройство небольшое, его габариты составляют 130 на 130 на 23 мм. Внешний вид приятный и минималистичный, отсутствуют какие-либо вычурные элементы дизайна. Корпус сделан из качественного черного пластика. Устройство просвечивается благодаря наличию боковых отверстий для охлаждения. Все используемые интерфейсы приставки размещены на боковой грани сзади, а именно разъем питания, ресет, HDMI, 2USB 2.0 и слот для SD-карт. Примерное время запуска приставки достигает 30 секунд. Количество оперативной памяти составляет 2 ГБ, а встроенной – 8. После простой настройки пользователя встречает яркий и простой интерфейс лаунчера. Работает он быстро, без подвисаний. В настройках можно подрегулировать под себя самое необходимое – звук, видео, Wi-Fi и т.д. Система работает на базе Android версии 7.1. ПО имеет большое количество функций и продуманное меню. Список предустановленных приложений, как и на многих ТВ-боксах, небольшой. В основном все самое необходимое. Отдельно хочется отметить файловый менеджер AppInstaller. Он показывает иконки всех найденных АПК-файлов и даже имеет индикацию установленных приложений. Он очень удобен при установке пакета необходимых программ. На приставке стоит специальная консольная версия, которая позволяет выбрать YouTube-видео в разрешении 4К на экране 1080p. Устройство без проблем воспроизводит такое разрешение и при этом не сильно нагревается – примерно до 70 градусов. На восьмом месте расположилась приставка STOATOP T95. Дизайн приставки очень стильный и оставляет приятные ощущения. Он легко помещается в одной руке и весит всего 300 грамм. Во включенном состоянии на лицевой грани виднеется небольшой дисплей, на котором можно посмотреть время, статус подключения к Wi-Fi и т.п. С левой стороны имеется разъем под карту microSD для расширения внутренней памяти и два USB-разъема. На тыльной грани расположились разъем под питание, HDMI, кабельное подключение к сети интернет и аудиоджек, благодаря которому устройству можно подключиться к старым телевизорам. Устройство работает на базе операционной системы Android 10-й версии. Четырехъядерный процессор в связке с 4 ГБ оперативной памяти обеспечивает высокую производительность. Максимальное разрешение для воспроизведения видео достигает 6К. В целом, картинка яркая и насыщенная. Каких-либо проблем с воспроизведением нет. В зависимости от комплектации, внутренняя память составляет от 32 ГБ до 128 ГБ. Wi-Fi-модуль двухдиапазонный. Скорость передачи данных достигает 200 Мбит в секунду. Также хочется отметить, что приставка поддерживает технологию HDR10, что позволяет устройству более качественно передавать цветовую палитру. Также хочется обратить внимание на то, что производитель не забывает о программном обеспечении и регулярно выпускает обновления. На седьмом месте идет модель H96 Max. Внешний вид устройства имеет стильный и лаконичный дизайн, благодаря которому он отлично впишется в ваш интерьер. Сам корпус сделан из черного качественного пластика, без каких-либо цветных элементов дизайна. Слот под карту памяти, а также разъемы под USB 2.0 и 3.0 размещены на правой грани устройства. С задней стороны расположены разъем AV, выход HDMI, Ethernet и разъем питания. ТВ-приставка имеет небольшой дисплей на лицевой панели корпуса, с помощью которого можно посмотреть текущее время, а также статус Wi-Fi, паузу, перемотку и тому подобное. Дисплей достаточно яркий, цифры отлично видны не только в ночное, но и в дневное время. В зависимости от комплектации есть три варианта памяти. 2 гигабайта оперативной памяти и 16 памяти накопителя, 4 плюс 36 и 4 плюс 64. Также в зависимости от комплектации может присутствовать клавиатура, пульт и все необходимые провода. Пульт имеет минимальное количество кнопок, а еще в нем присутствуют особенные функции. Например, с помощью одной из таких функций пользователь может выбрать необходимые приложения на дисплее, либо набирать текст при отсутствии клавиатуры, а также воспользоваться голосовым набором. На пульсе есть быстрый доступ к приложениям, таким как Netflix или Google Play. Модель H96 Max поддерживает кодеки H.265, H.264 и VP9, обеспечивающие высокую насыщенность всех цветов и хорошую детализацию. Несмотря на небольшое количество вентиляционных отверстий, приставка греется максимум до 70 градусов, что в принципе не так много. Также хочется отметить, что производитель не забывает о программном обеспечении и регулярно выпускает обновления, улучшая производительность устройства. Далее по списку идет Wontor X1. Внешний вид приставки представляет собой небольшой черный квадрат с ровными острыми углами. Корпус пластиковый, но, несмотря на это, конструкция ощущается достаточно прочной и монолитной. На лицевой грани разместился небольшой дисплей, на котором в синем цвете выводится текущее время и различная полезная информация. Левая сторона включает в себя пару разъемов USB и слот под microSD-карту. На тыльной же стороне расположились разъемы, которые нужны для подключения. HDMI для современных телевизоров, AV для стареньких, RJ45 для проводного интернета и разъем питания. В качестве операционной системы используется Android 10 с видоизмененным лаунчером. Интерфейс системы имеет приятный внешний вид, работает он шустро, без каких-либо лагов и задержек. Вкладка с настройками достаточно функциональная и позволяет детально настроить устройство под себя. Можно установить Wi-Fi соединение или подключить устройство по Bluetooth, например, пульс с поддержкой голосового поиска или беспроводные колонки. Во вкладке экрана вы можете выставить настройки при HDMI и AV подключении. Подзируются все основные разрешения вплоть до 4К, а также частоты 24 Гц, 25 Гц, 30, 50 и 60 Гц. Список предустановленных приложений небольшой, в основном все самое необходимое, например, полноценный Google Play. Также предустановлено приложение Airscreen, которое при помощи разных методов помогает вывести изображение через Wi-Fi на экран телевизора. При простой нагрузке температура устройства колеблется от 60 до 65 градусов, а при высокой может достигать вплоть до 78 градусов, что в целом хорошие показатели. Пятерку лидеров открывает Wontor X3. Приставка имеет простой, приятный дизайн. Корпус имеет квадратную форму со сглаженными углами и сделан из качественного черного пластика. Размеры устройства небольшие, меньше любого современного смартфона. На задней стенке встроены основные разъемы для подключения. Это гигабитный Ethernet, AV для подключения старых телевизоров, HDMI 2.1 для подключения современных телеков или мониторов, SPDIF для вывода звука через оптический кабель и разъем питания. Правая грань включает в себя слот для microSD, USB 3.1 и USB 2.0 для подключения периферийных устройств, например, компьютерной мышки, пульта с гироскопом или геймпада. Лицевая сторона имеет небольшой светодиодный индикатор работы, указывающий на работу устройства и небольшой дисплей, на котором можно посмотреть время и статус подключения сети. В основании находится большое количество вентиляционных отверстий, обеспечивающие качественное охлаждение. Устройство работает на базе операционной системы Android 9 с модифицированным рабочим столом. Главный экран включает в себя наиболее востребованные, по мнению производителя, приложения. YouTube, браузер, Play Market, файловый менеджер, настройки и т.д. Хочется отметить возможность самостоятельно настроить оформление. Вы можете выбрать как из списка стандартных обоев, так и использовать любое изображение с внешнего накопителя. Для воспроизведения видео через YouTube доступны две версии – стандартная и Smart YouTube. В первом случае доступно качество вплоть до 4К, во втором доступны все вариации. Также хочется отметить, что Wi-Fi способен работать в диапазоне 5 ГГц с хорошей скоростью передачи данных. Четвертое место занимает Mecool KM3. Он представляет собой квадратный корпус с гладкими углами, а изготовлен он из блестящего пластика. Выглядит просто и стильно, но, к сожалению, хорошо собирает отпечатки пальцев. Передняя грань имеет широкий светодиод, который плавно меняет цвет в зависимости от состояния системы. Аналоговый аудио-видео-выход AV, сетевой порт, видеовыход HDMI и порт питания расположились на задней панели. Левая боковая грань включает в себя порт USB 2.0, порт USB 3.0 и разъем для microSD. После небольших предварительных установок попадаем на рабочий стол. Основное меню Google Home Launcher на основе Android 9 версии. Все меню отлично адаптировано для работы со штатным пультом и голосовым управлением. Глобальный голосовой поиск отлично работает как на домашнем экране, так и в приложениях. Меню настроек состоит из нескольких подменю. Общие настройки, настройки устройства и Advanced Settings. Приставка поддерживает разрешение от 480p до 4K. TV Box обладает оперативной памятью объемом в 4 ГБ и хранилищем на 64 ГБ, которое можно расширить с помощью карты microSD. Приставка поддерживает двух диапазонный Wi-Fi на 2,4 и 5 ГГц, скорость которого способна достигать 200 Мбит в секунду. В среднем рабочем режиме температура держится на уровне около 50 градусов и не повышается до критических значений. Тройку лидеров открывает Ugoos X3 Pro. Корпус прямоугольной формы со сглаженными углами сделан из хорошего пластика и в целом достаточно легкий. На передней грани расположены разъемы под USB и microSD, а по бокам и сзади HDMI, SV, AV, SPDIF, LAN и отверстия для переходника икпорта. Вентиляционные отверстия есть спереди и сзади. Пульт дистанционного управления черный с прорезиненными кнопками. В руке лежит удобно. Подсветки у пульта нет, работает он от двух батареек AAA. В качестве операционной системы используется полная версия Android 9.0. Это позволяет загружать на него довольно свежие и технологически требовательные приложения. В приставку уже установлены популярные приложения для просмотра телепередач по подписке, Mega Go TV, Suite TV и т.д. При запуске появляется возможность выбрать фирменный лаунчер от Ugoos или более упрощенный вариант. Но, конечно же, при желании можно выбрать любой лаунчер из приложений и установить его. Приставка имеет отличную производительность, которая даже при сильном нагреве проседает незначительно. Количество оперативной памяти составляет 4 ГБ, а память накопителя – 32. Сетевые возможности на X3 Pro представлены гигабитным Ethernet и двудиапазонным Wi-Fi. Wi-Fi работает отлично, с хорошей скоростью и без каких-либо сбоев. Устройство способно воспроизведить видео вплоть до разрешения в 4К при 60 кадрах в секунду. HDMI выводит видео с частотой в 75 Гц с поддержкой HDR. Второе место занимает Mi Cool KM6. Корпус устройства выполнен из пластика. Боковые грани белого цвета, а верхняя панель представляет собой глянцевую поверхность, под которой видна имитация дерева. На передней грани расположился светодиод, показывающий состояние приставки. Выключен, отсутствие интернета и так далее. Сзади находится AV-выход, гигабитный LAN-порт, оптический порт, HDMI и разъем питания. Боковая грань включает в себя USB 2.0 и USB 3.0 порты, а рядом с ними – слот для карты памяти. У основания производитель поместил металлическую пластину для рассеивания тепла от нагрева процессора. Для лучшей циркуляции воздуха на пластине выполнена перфорация. Приставка работает на базе операционной системы Android 10. На главном экране расположены привычные для Android TV каналы, в которые можно выводить информацию из интересующих разделов поддерживаемых приложений. Например, из HD-видеобокс можно вывести историю просмотров или отдельно канал новинок и так далее. В верхней части находится кнопка голосового поиска, уведомления и настройки. Голосовой поиск ищет корректно и показывает результаты среди установленных приложений. Сама по себе система работает шустро, без каких-либо затормаживаний. Настройки в основном стандартные и глобально делятся на разделы «Настройки устройства» и «Дополнительные настройки». Картинку и глубину цвета можно корректно настроить в подразделе «Настройки экрана». HDMI CEC позволяет управлять питанием и звуком подключенного телевизора или проектора при помощи только одного пульта от Android TV Box. В Miku KM6 установлен процессор Amlogic S905X4, отличительной особенностью которого является поддержка кодека AV1. Данный кодек позволяет сильнее ужимать видео без потери качества. Объем оперативной памяти 4 ГБ, а встроенной 64. Также стоит отметить двухдиапазонный модуль Wi-Fi с поддержкой Wi-Fi 6 и технологией 2T2A, что позволяет развивать скользь передач данных до 300 Мбит в секунду. И лидером топа становится TOX-1. Дизайн приставки простой и лаконичный, но при этом достаточно стильный. Корпус сделан из хорошего пластика и по всему периметру имеет вентиляционное отверстие, что обеспечивает качественное пассивное охлаждение. На правой стороне встроена съемная и внешняя Wi-Fi антенна. Левая грань включает в себя USB 2.0 и USB 3.0 разъемы, а также слот под microSD, с помощью которого можно расширить встроенную память, если 32 ГБ вам недостаточно. На задней стенке можно обнаружить разъем питания, гигабитный Ethernet и HDMI порты. Лицевая панель оснащена небольшим информативным экраном, который показывает время и информацию о статусе интернет-подключения. Также в настройках можно выбрать множество параметров, которые попеременно будут отображаться на экране. Например, можно следить за температурой процессора. Нижняя сторона также имеет вентиляционное отверстие, а еще небольшие резиновые ножки, которые обеспечивают отсутствие скольжения по поверхности и приподнимают немного корпус, что дает возможность воздуху нормально циркулировать. А еще здесь находится небольшая кнопка, которая помещена как ресет. Главный экран, как это часто бывает, оформлен в виде крупных плиток, каждый из которых открывает заданный раздел, где расположены те или иные приложения. Есть доступ к файловому менеджеру и настройкам системы, а в нижней части доступен ряд из самостоятельно настраиваемых ярлыков. Все достаточно удобно, а перевод на русский язык корректный. В разделе «Мои приложения» можно посмотреть уже установленные приложения. Список небольшой, но зато все они полезны. Например, удобный и функциональный проводник Explorer. В качестве операционной системы используется Android 9-я версия. В настройках экрана можно изменить разрешение экрана и цветовой режим. Поддерживаются разрешения HD, Full HD и 4K. Также доступны более низкие разрешения 576p и 480p для подключения старых телевизоров. Но так как в приставке нет отдельного AV-выхода, то потребуется докупить переходник. Есть возможность более тонкой настройки изображения, например, откалибровать яркость, контраст, насыщенность и оттенок. И если я помог вам определиться, какую же ТВ-бокс приставку купить, то можете поставить лайк и подписаться на канал. Не стоит забывать, что все ссылки на эти приставки я закрепил для вас в описании под этим роликом. А что думаете вы по поводу этих ТВ-боксов? Пишите свои мнения в комментариях. Вы были на канале Технолинк. Ну а я с вами не прощаюсь. Еще услышимся! Субтитры сделал DimaTorzok